Здравствуйте, уважаемые коллеги, дамы и господа, меня зовут Джанашвили Иосиф Сосот Тамазович. Я главврач клиники Privatent, а также преподаю в Государственном Тбилисском университете Гиппократ под руководством Давида Владимировича Китаишвили. В первую очередь я рад, что выступаю перед вами и хочу поблагодарить Экатарину Грехелидзе за предоставленную возможность выступать здесь. Сегодня мой доклад будет касаться эстетической стоматологии и 3D-реставрации. Мы поговорим об эстетике в стоматологии не только касательно зубочелюстного аппарата в целом, но и касательно мягких тканей, твердых тканей, о текстуре, форме и положении зубов и влиянии выше перечисленного на внешний вид человека. И как с помощью 3D-реставрации привести в соответствие с нормами красоты и самому создавать и находить правильные, наиболее точные параметры для конкретного случая. Также сделать консультацию быстрой и понятной для пациента с помощью 3D-консультации. Правильно воссоздать варианты будущей картины и сделать именно то, чего ожидает пациент от самого лучшего результата до неожидаемого касательно мягких тканей, губ, носогубных складок, положения и соотношения челюстей и выражения лица в целом. 3D-реставрация представляет собой концептуальную общину стоматологического лечения, подхода к презентационной консультации, которая в свою очередь выражается в специфическом подходе к лечению, как не только исцелению от проблемы с дефектами, связанными с нарушением функции зубочелюстного аппарата, но и предварительному планированию внешнего вида мягких тканей, внешний вид которых непосредственно связан со строением и функционированием всех вышеперечисленных тканей и органов, которые создают непосредственный вид и эстетику лица. Функции статики. Внешний вид в подавляющем большинстве случаев является создателем первичной коммуникации и переходит в динамичное состояние, то есть функцию при изменении одного статичного состояния другим. Как найти алгоритмы идеальной улыбки? Как сделать правильную улыбку? Как сделать то, что не сделала природа? Имеем ли мы право вмешиваться в природную анатомию и менять ее? Вопросы возникают со всех сторон и надо найти ответ и создавать правильные алгоритмы лечения. Как создать и распространить метод или протокол применительно ко всем случаям? Или нужно создавать несколько вариантов? Ну сколько вариантов нужны, чтобы это было всеобъемлющим? И какой вариант протокола подойдет под конкретный случай? Имеет ли смысл создавать шаблоны? Как это будет действовать в динамике? С годами накапливая ошибки, так называемой энтропии, будем ли мы менять ходы энтропии? Имеется в виду не термодинамика, а жизнь человека в целом. Если да, то как? Если нет, то почему? И как перевести процесс улучшения внешности человека в процесс улучшения качества жизни? Медицина начинается с анатомии, которая дает нам знание анатомических норм и законов взаимодействия органов и систем в процессе жизни, а также физиологии и восприятие всего этого, то есть психомоторика и психология, а даже анатомия, является индивидуальной, благодаря чему мы имеем такую разновидность внешностей. И в этом великолепии природы мы должны найти точку опоры и создать или усовершенствовать природную сущность человека в правильном и объективном ключе. На данном слайде мы видим как бы макроснимок, и мы можем тут выделить несколько факторов. Первый фактор – это фактор формы. Форма имеет место, имеет значение и имеет смысл. Форма определяется разными геометрическими, не геометрическими, математическими и разными, так сказать, подходами. Также имеет значение структура. Структура в данном случае зуба, структура цвета, структура прозрачности и так далее. А также имеет место расположение в соответствии с другими анатомическими частями, не только губами и близлежащими зубами, но и в целом. А также взаимодействие всех вышеперечисленных анатомических объектов. Я хочу быстро пройтись, очень думаю, мы по регламенту успеваем, но все-таки быстро пройтись и показать вам эффект 3D-консультации, который является, можно сказать, молниеносным. И из-за того, что создается эффект так быстро, надо подготовить психологический пациент к данной консультации. Следовательно, я хочу на данном слайде обратить ваше внимание на носогубные складки, на сами зубы и угол рта. Вот что у нас получилось. И это дело все делается где-то приблизительно от 10 до 15 минут. Пациент может это лицезреть, пациент может это почувствовать, пациент может это все, так сказать, обсудить со своими близкими, родственниками, друзьями и так далее. Следующий слайд показывает нам более глубокие изменения, которые мы можем прямо на консультации в течение опять-таки 15-20 минут произвести в клинике и показать пациенту приблизительный, конечно же, результат. Всегда результат бывает приблизительным. Я говорю это из практики. И оценить, какие у нас будут в будущем, так сказать, изменения в контурах лица, в контурах губ, носогубные складки, челюсти и так далее. Тут я приведу несколько маленьких примеров, что изменилось после лечения пациента. До и после фотографии вы видите и улыбку, как она изменилась. Пациент утверждает, что улыбается точно так же, как улыбалась до. Улыбалась до, так что мы как бы доверяем пациенту. Тот же пациент. Еще один слайд, который сразу показывает на одном изображении и консультацию, и конечный результат. Новый слайд, который показывает тоже консультацию. Можно посмотреть тут, как изменились губы. Без математических измерений, к сожалению, я просто не успел сделать эти измерения и показать вам такой слайд. Но я надеюсь, что с изменением цвета у нас так получится. Мы увидим, как изменились контуры лица, конкретно носогубные складки, конкретно губы, сами контуры губы и челюсть как бы закрываются по-другому. Еще раз. Данный пациент в улыбке. Мы как бы много раз сделали такой эксперимент, но с данным пациентом было то же самое. Я вам расскажу вкратце. Мы сделали 3D-консультацию. Пациент работает на публичной работе, так сказать, общается активно с публикой, имеет, так сказать, словесный контакт, и зубы как бы играют большую роль в этом случае. И получили такой эффект. Да, еще один момент, который надо заметить, пациенты, которые имеют как бы закомплексованные, приходя в стоматологическую клинику, из-за того, что им кажется, или это так и есть в некоторых случаях, очень часто, что их улыбка не соответствует нормам эстетики, они вот так улыбаются, они улыбаются очень нехотя, очень как бы ненатуральной улыбкой. Вот это тот же пациент после консультации, только она пока не смотрелась в зеркало. А вот это после зеркала и губной помады. Также еще одна консультация, которая изменяет как бы внешность человека. Можно тут и без слов обойтись. А вот тут я, пожалуй, чуть-чуть вдамся в детали, так как вначале я сказал, что 3D-реставрация и 3D-консультация – это как бы общность стоматологического лечения. И она включает в себя и терапию, и хирургию, и ортопедию, и ортодонтию. Все вместе. При консультации вы видите данного пациента, видите дефект, уровень этого дефекта. Вот, в увеличении. Чуть-чуть приоткрыто. Мы начали, составили планы, и первый план состоял в том, чтобы сделать чистку профессиональную и начать ортодонтическое лечение. Ортодонтическое лечение было начато 28 ноября 2014 года. Пациентка очень не хотела носить брекеты, очень не хотела, но мы ее как-то уговорили. Это 71-й день, это где-то 4,5 месяца после начала лечения, установки брекет-системы. Пациентка больше никак, ни в какую не хотела продолжать лечение, к сожалению. Можно было, там еще были детали, которые надо было еще исправить. Но, что поделаем, как бы, желание пациента надо как-то исполнять. Вот, получилась такая работа. Единственное, что тут еще можно сказать, тут мы использовали геневиктомию, так как при миграции зуба была нехорошая эстетика, давайте так скажем. И получилась вот такая вот работа. Пациентка довольна, и мы довольны. Я вас благодарю, еще раз я благодарю Екатерину Грихолидзе за данные. Научились. Спасибо. ... У нас есть стоматологи, которые были на самом деле, Мы не можем передать это. Мы можем сделать это из authenticity, мы можем сделать это статистическое, или медицинское лек ahно кейств, и в этом отношении с тем, что мы не можем работать в санчем санчика. Мы можем сделать это так, как skiing, и чтобы было. Если вы хотите для 3D консультации, После этого 3D консультации появилось 16-60 левел. Я к вам почитывал по 66-60 левел, мы используемные глаза, если бы все остальные такие позиции, мы пересняли о том, что у нас есть сезонализм, мы будем вызвать в лечении теснями уáchоплёта. Без тебя получает бесплатно. А у нас вашего клиента, рэбр, этот пациент, который был приемлем, был бы относительно утреннан, что он был бесплатным. Мы готовили это человеком, но я пошла на голову. И осталось, что он был не все. Он был застанавливаться. Не забывайте. Не доставьте, что большая часть пациента, что возникновение к кукурузии. Я с детства это получаю 7 кукурузов. Я не знаю, что я с Домой. И так, я рад вам доброе, что это говорит, что я бы сказал, что у нас есть риск фактор, что у нас есть груз. И в результате, в какой-нибудь моменте, где они не могут отдачать в пациенте, в какой-нибудь момент, где они не могут отдачать в пациенте, в какой-нибудь профессионализм, которые будут добавлены, что эти динамика и определенные проблемы, которые были заданы тем, как их улучшить, не были продолжать. В том числе, на 3D рестораж, которое было построено, в том числе, на 3D рестораж, улучшили ТЕРТМЕНТ, мы были в том, что они были построены. Вот это увеличение. Идеал ура, 7, verses человек Walker, 7,4% процентов от Магус, идеал, наиболее разуме, нура, к LANу. Мы пришли. Да, Магус, взрослый цифру, бывший к чему, внизу как пиложный соответствия. А широкому процентов нет, никого не получал. Вот оно такое, если у него пиложный вит segue, Но когда я была мастер-класса, я и не знаю. Я имею в виду, что это не было. Я думаю, что стоматологи, что ты не был стоматологи, что это был виден для твоей медведки, А сейчас гонклейк Sickeur реализовывает пациент. Мы не знаем, что пациент не является сожалению, но это применяет пациент. Мы знаем, что данный совет не надо. Впациент мы думали не ошелом пациенте. Но он сказал, что когда комфортный он не послушал, мы имели себя в стоматологии, нахороший комплект. И она с вами была öncesара по поводу пациенту responsables. Соответственно, не наблюдó, он естественно по этому поводу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...